Здравствуйте! Вы смотрите Медиа Информ. Сегодня вас ждет очень интересная тема и замечательная гостья. Но для начала я хочу предложить вам буквально 30 минут просто наслаждения. Спасибо за просмотр! Итак, многоплодная беременность. Предания, связанные с рождением близнецов, появлялись очень давно, во все века есть. Гиппократ считал, что близнецы – результат деления семени на две части. Демокрит рассматривал близнецов как результат избытка семени. Аристотель объяснял явление расщеплением одного зачатка на два. Интерес, в общем-то, усилился последние 15-20 лет. И о причинах, рисках и радостях мы сегодня говорим со Светланой Галич, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии АМУ. И просто красивой женщиной. Спасибо. Светлана Родионовна, мы с вами давно говорили на эту тему, но произошло событие, о котором, ну, я не знаю, кто только уже не говорил. Событие и в Украине впервые это произошло. Появилась пятерня. Светлана Родионовна, когда выкладывала фотографии, она написала, что на каждую пару детей... На каждую плаценту, на каждого мальчика по Светлане. На каждого мальчика, потому что три специалиста, два профессора и Светлана Акушер... И доктор заведующей тренинг. Три Светланы принимали вот эту пятерню. Сейчас мы посмотрим маленький сюжет и будем говорить о многоплодной беременности. Наш телефон 737-7310. Если есть вопросы, используйте эти 30 минут. Пока Светлана Родионовна в студии. В одесской семье уникальное событие для всей страны. На свет появилось пятеро близнецов. Три мальчика и две девочки. Очень шокирована, потому что считала, ну, то есть, близнецы или что-то такое, это вообще не про меня, потому что в семье ни у кого нету. И не было никогда таких случаев. Поэтому, как бы, вообще даже не ожидала и не предполагала. Оксана узнала, что у нее родится пятерня еще при первом ультразвуковом исследовании. После восьмой недели беременности. Дети появились на свет на 30-й неделе путем кесарево сечения. Сейчас они в реанимации, но угрозы для жизни нет. Через несколько недель их переведут в детскую больницу. Домой они отправятся после того, как их вес достигнет необходимых показателей. У детишек уже есть имена. Денис, Дарья, Владислав, Александр и Давид. Я еще даже не представляю, как это будет, растить сразу столько детей одновременно. При этом в семье Оксаны уже есть трехлетняя дочь. К слову, местные власти выделили семье трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров. Понятное дело, мама героиня, но три Светланы тоже героиня. Как это было, Светлана Родионовна? Это были тяжелые роды. Я бы сказала так, есть такое понятие, как акушерское счастье. Я бы это так назвала, потому что на самом деле это очень ответственно наблюдать такую пятерню. И наблюдали не только мы, мы просто были уже теми людьми, которые завершили этот процесс. Эта пациентка наблюдалась и в пятом родильном доме, в малых сроках беременности. Мы ее отправляли и в Институт педиатрии акушерства и гинекологии, потому что на самом деле ответственность за пятерых и за женщину, которая вынашивает пятерых, это колоссальная ответственность, потому что можно потерять одного из них, можно потерять всех и на каждом этапе. Чаще всего так и бывает. И, конечно же, учитывая, что мы работаем в перинатальном центре, который является для нашего региона самым высоким уровнем акушерства и гинекологической помощи, и я очень уважаю этот коллектив, потому что очень многое делается уникально, во-первых, просто не принято об этом говорить. И, наверное, я была просто тем человеком, который это озвучил, потому что для нас это было важно. Мы буквально по неделям наблюдали за этими детьми, смотрели, какие у них кровотоки, и мы разработали стратегию, как им оказывать помощь, потому что это прежде всего медицинские аспекты, с одной стороны, а с другой стороны организационные аспекты, потому что на каждого ребенка в любой момент, если необходимо срочно родоразрешить, должно быть достаточное количество аппаратов ИВЛ. А в реанимации областного перинатального центра их много, но они могут быть заняты в этот момент. Естественно, что никто не будет снимать другого ребенка с аппарата для того, чтобы этим детям оказывать помощь. Поэтому это очень много было моментов, и здесь мы были готовы, нам и город помог, и 5-й родильный дом предоставил аппараты ИВЛ, и областная детская больница пошла нам навстречу, то есть мы были готовы. И вот у меня есть фото, я специально детей не фотографировала, потому что мы с коллективом, с коллегами приняли такое решение не пиариться, не фотографироваться на фоне этих детей. Но, конечно, какие-то моменты организационные мы себе фиксировали, потому что это уникальный случай с медицинской точки зрения. Важно было этим случаем дальше делиться с коллегами для того, чтобы им проще было оказывать помощь. На каждого ребенка был приготовлен реанимационный столик, на каждого ребенка был свой врач, реаниматолог неонатальный, на каждого ребенка была своя детская сетра, то есть работала большая команда людей. Почему я сказала, что это счастье? Потому что как бы мы профессионально не действовали, все равно есть определенный момент риска. И я преклоняю головы перед матерью Оксаной, которая, во-первых, приняла такое потрясающее решение. Я не знаю, возможно, как бы были какие-то другие советы, мы ничего ей такого не советовали, но задавали потом нам вопросы, не было у нее желания провести редукцию, такого желания у нее не было. Она вынашивала очень достойно этих деток, и выносить даже физически, морально, ну это сложно, и мы понимали это. И я вот сейчас, глядя на нее, вот уже по телевидению, я понимаю, как это тяжело на самом деле, любой женщине после родов тяжело. А когда у тебя пять детей, это тяжело и физически, морально. Это нужно иметь очень мощный дух. Поэтому, конечно, это совершенно, я считаю, потрясающая женщина сама по себе. Конечно, момент профессионализма играл большую роль. Все было продумано до мелочей. Никаких неожиданностей быть не должно было. И мы понимаем, что они всегда есть, но, слава богу, здесь этого не случилось. И поэтому планово, четко была разработана стратегия оказания помощи. И когда возникла ситуация, что мы понимали, что наступил момент риска, и у нее началась... У нее начала отслаиваться плацента. Да, одна из трех плацент начала отслаиваться. Мы, конечно, действовали уже по заранее разработанному плану, и это было стратегически правильно. Это было ночью? Это было днем. Это было в первой половине дня. Это, в общем-то, был совершенно... Ну, момент потрясающий. Потому что, на самом деле, мы боялись многих вещей. Кровотечения мы боялись, кучу-кучу всяких осложнений. Считается, что вообще при многоплодной беременности риски осложнений увеличиваются вдвое. При трехплодной втрое, ну, а здесь в пять раз. Вот, пользуясь моментом, я сейчас подготовила несколько сюжетов для того, чтобы вы прокомментировали. Потому что с той стороны не только восхищенные телезрители, что в Одессе родилась пятерня, и что они вас созерцают. Но еще и есть, наверняка, пары, которым только-только сказали о том, что у них будет двойня или тройня. А может быть, кто-то только забеременел и еще не знает, кто у него. Вот такой маленький просветительский фрагмент. Смотрим сюжет. Однояйцевые близнецы появляются на свет, когда на ранних стадиях развития оплодотворенная яйцеклетка делится на две, а то и на три-четыре части. У таких близнецов всегда одинаковый пол, внешность и группа крови. Если же в яичнике мамы созревают одновременно несколько яйцеклеток, и они оплодотворяются, то таких близнецов называют разнояйцевые. Они могут быть разного пола и совершенно непохожими. Правильно? Да, в общем, да. Комментируйте. Вот потому что, я же говорю, с той стороны могут быть зрители, которые просто никогда не сталкивались с многоплодной беременностью. Однояйцевые, разнояйцевые – это такой момент, в общем-то, очень важный. Но для нас, в практической нашей деятельности, очень важно то, сколько у детей плацент. То есть все очень просто. Если была оплодотворена одна яйцеклетка, и она потом разделилась, то чаще всего там плацента одна. И если оплодотворилось несколько, у каждого своя плацента. Это грубое такое разделение, потому что на самом деле все немножечко сложнее. Но для того, чтобы не усложнять, я скажу так. До недавнего времени акушерогинекологи в ведении таких беременных не учитывали хориальность, то есть то, сколько плацент, и не учитывали амниотичность или то, сколько околоплодных пузырей. И в этом была, в общем-то, достаточно большая проблема, потому что оказалось, что вынашивать детей, которые питаются от одной плаценты, и деток, которые питаются от двух или от трех плацент, это, как говорят у нас в Одессе, две огромные разницы, или три разницы даже. Да, три большие разницы. И, конечно, при каждом варианте есть свои специфические проблемы, специфические осложнения. Поэтому на сегодняшний день оказалось, что очень важным научить этому акушерогинекологов, особенно те, кто работает на УЗИ. То есть это тот момент основнополагающий, который в профессиональном смысле важен. Для нас, врачей, которые преподают, это тестовый вопрос. Если врач акушерогинеколог не понимает, что нужно знать хориальность и нужно знать абнеэтичность, значит, это малоквалифицированный непрофессиональный врач. Это врач, который не готов сегодня вести таких беременных женщин. И мы специально проводили курсы тематического совершенствования и выезжали с такими курсами в родильные дома Одессы, для того, чтобы объяснить, как вести такую беременность. И вот в этом огромная-огромная важность медицинского образования. Потому что если плацента одна, то риски гораздо более высокие, чем если их две. Если плацента одна, один эколоплодный пузырь, это самый большой риск. Потому что в любой момент, если гибнет один ребенок, гибнет второй, они могут запутаться пуповинами. То есть это достаточно вынашивание такой беременности, уникальная, в принципе, вещь. Если плацента одна, а эколоплодных пузырей два или три, ситуация немножко лучше, но там тоже есть проблемы. Один у второго может забирать кровоток. И тогда и тому, и тому плохо. Это фетофетальный синдром. И, как правило, хуже тому, кто забирает, тот, который отбирает для себя. Он вроде бы больше, но прогностически, после того, как эти детки рождаются, он хуже. То есть очень много нюансов, которые диктуют наше поведение. И самое главное, что, в общем-то, бывают ситуации, когда двое деток недовнашиваются до какого-то срока. Один, если это две плаценты отдельные, один может погибать внутриутровно, страшного, ничего нет. Этого в природе бывает чаще, чем мы раньше думали. Мы раньше даже не знали этого, но ультразвуковые технологии, методики нас научили, показали, что это есть, что не нужно этого бояться, что на самом деле беременности двойнями тройнями бывают чаще, чем они рождаются. И сегодня я задала себе вопрос, когда сюда шла. На первый взгляд, действительно, мы видим и статистически знаем, что количество двойн тройн увеличилось. И в Одесской области, в том числе, если сравнивать 20 лет назад, то где-то двойн в 10 раз увеличилось. Казалось бы, с чем это связано? Конечно, связано, с одной стороны, с технологиями вспомогателями. Эко, да. Конечно. Второе, это использование контрацептива. То есть причин много. Но я все-таки думаю, что это еще связано с тем, что мы многих довынашиваем, мы правильно их ведем и даем шанс тем деткам, которые раньше не могли родиться. Они погибали просто. Погибал один, потом погибал второй. Сегодня наша тактика врачебная настолько выверенная. И мы в перинатальном центре следим за тем, как кровоснабжается мозг ребенка. Сегодня это основной критерий, который позволяет нам родоразрешать таких пациенток. Вот если говорить о указанной нашей уникальной пятерне, то мы, конечно же, готовы были в любой момент, если хоть одному ребенку станет плохо, если кровоток у него ухудшится, мы понимали, что нужно будет вмешиваться и родоразрешать Оксану. И так, в общем-то, это стратегическая такая задача при всех. Двойнях, тройнях. И мы, конечно, точно... Хорошо, одному стало плохо, а другим, так сказать, нет? Все равно родоразрешать? Ну, все зависит, опять же, от того. Если одна плацента, то да. Если две плаценты, значит, один может даже погибнуть. Второй, как правило, выживает. Я прошу потом, мам, вы нам расскажите, вот как живет этот один. Вот считаются психологи перинатальные считают, что он потом как бы за двоих живет. Есть очень много теорий по этому поводу. Но вот когда мы разговариваем со взрослыми, близняшками, они говорят о том, что вот те, которые от одной плаценты, они отличаются от тех, которые от двух, от трех. Я думаю, что вот ситуации такие, их становится больше, у нас больше опыта появляется в этом, мы больше их понимаем, мы меньше их боимся. И сегодня, почему они, в общем-то, оказались у нас в перинатальном центре. Потому что в перинатальном центре на сегодняшний день есть огромный опыт выхаживания недоношенных, новорожденных деток, которые пострадали уже внутриутробно. И вот эти возможности, это сегодня для них дорога жизни. Это не имеет значения, двойник, тройник или один ребенок. То, что 10-15 лет назад было бы нереально, наверное. Совершенно верно. И раньше маленькие выживали. Но вот сегодня я утром пришла на работу и зашла в нейнотологическое отделение, там на 12 койках сейчас, на 12 местах нейнотологических лежит 21 ребенок. И самый маленький 670 грамм. И это те дети, которые нуждаются еще в длительной, длительной, длительной реабилитации. Ну, 670 грамм, то есть даже представить, да? То есть это вообще совсем комочечек, да? Но это возможности такие есть. Это возможности, слава Богу. Более того, мы сегодня говорим о том, что если ребенок, даже такой маленький, даже если он от многоплодной беременности, если он маленького веса, но он более взрослый, то есть больше 30 недель срок беременности, то шансов у него выжить больше и быть здоровым человеком у него тоже больше. То есть это те нюансы, которые 10 лет назад мы еще не знали. И стратегия, и тактика. Тут все у вас просто как на войне. Просто как на войне. На самом деле, вот почему я и сказала, что это счастье еще, потому что еще должна быть вот какая-то, ну, наверное, какая-то божья помощь. Я вот думаю, без этого никак. Сейчас мы посмотрим еще один сюжет для тех телезрителей, которые пытаются разобраться в этой теме. Светлана Радио. Родителям близнецов, как правило, становятся те, у кого в роду уже были двойни или тройни. Также шанс за часть сразу двоих малышей есть у женщин в возрасте 35-40 лет. Это период гормонального всплеска. Многоплодная беременность также возможна в результате приема некоторых гормональных препаратов. Всю беременность женщина находится под пристальным вниманием врачей. Ведь многоплодие – это почти патология. Будущим мамам близнецов нужно больше отдыхать и полноценно питаться. Почему сказано было, что это патология? И объясните, что такое полноценно питаться. Потому что я слышала, это теперь ей нужно есть за троих, раз там двойни. И таким образом мама становится невообразимых размеров. Есть за двоих – это вообще ошибочная такая стратегия, которая передается из поколения в поколение. При беременности тебе нужно есть за двоих. И, конечно, это неправильно. Сегодня, уже имея достаточно мощный объем знаний о том, как развивается человек внутриутробно, что он берет от мамы, сегодня большинство специалистов, продвинутых, разбирающихся в этой проблеме, считают, что женщина должна есть столько, сколько она хочет, какие у нее есть потребности. Она никогда себе едой, если нормально протекает беременность. Вне сомнения, при многоплодной беременности больше уходит материала строительного от мамы к детям. И поэтому наши клинические протоколы, подходы заключаются в том, что практически большинство у них есть анемия. И поэтому большинство из них получает железосодержащие препараты, витамины. Вот если мы рутинно не назначаем витамины там какие-то беременным женщинам, всем подряд, мы даже отговариваем иногда, говорим о том, что старайтесь нормально питаться, не всегда есть необходимость в этом, то здесь мы более настойчиво рекомендуем, потому что один организм все равно выдаст этим деткам все, что им надо. Но организм тогда теряет. А женщина должна к моменту родов тоже быть сильно крепкой. Поэтому да, мы рекомендуем не больше есть, мы рекомендуем есть, как обычно, мы рекомендуем есть часто, понемножку. Более того, если это многоплодная беременность, значит, у нее матка больше размерами, чем при данном сроке беременности, она всегда не соответствует сроку. То есть 30 недель женщина может выглядеть уже так, как в 40 недель, и, естественно, у нее ухудшаются условия пищеварения за счет того, что еще внутрибрюшное давление повышается. Поэтому мы беременным женщинам рекомендуем есть чаще, понемножку, небольшими порциями пищи, но есть все время, когда есть в этом потребность. Поэтому, но когда мы говорим о многоплодии еще, мы, конечно, всегда рекомендуем или витамины, или железо, содержащие препараты, в зависимости от того, чего женщине не хватает, и эта потребность возникает чаще. Наверное, самое, вот слово патология, которое меня немножечко смутило, но именно у женщин действительно возрастных чаще появляются двойни, да? Когда вот действительно или это гормональные были препараты, которыми она, так сказать, гасила, и нежелательно, да? Считается, что да, что возраст имеет в этой ситуации значение. Я по поводу вот спонтанных, самостоятельных, многоплодных беременностей и искусственных хочу сказать, что это очень важный момент. Как правило, если это происходит самостоятельно, особенно если в роду есть какие-то такие прецеденты, то, как правило, более благополучно такие женщины вынашивают беременность, потому что у них есть генетически определенный сценарий, да, который они прорабатывают. Конечно, когда речь идет об ЭКО, почему, в общем-то, и было ограничено. Раньше было много таких, большое количество подсаживали эмбрионов. Сегодня по нашему законодательству не больше трех. В некоторых странах не больше трех, не больше двух. Поэтому первый вопрос, который нам задавали, это самостоятельно или нет. Это самостоятельно. На самом деле репродуктологи не всегда признаются в этом. Но это та ситуация, которая не имеет репродуктивных технологий никакого значения. Я не думаю, что могла мама захотеть сразу пиццерку. Мы просто об этом говорим, потому что это та информация, которая нам позволена озвучивать. Она не является личной, она является медицинской информацией. Это важно для того, чтобы медицинская общественность могла правильно интерпретировать, понимать ту ситуацию, которая есть. И поэтому в данном контексте важно то, что если организм имеет потенциал к тому, чтобы выносить такую беременность, то, в общем-то, это всегда более благоприятно протекает. Ну и, конечно же, вот этот тезис из-за двоих-троих, он абсолютно несостоятельный. Это лишний. Это лишний. Несостоятельный. Смотрим следующий фрагмент. Выхаживать вот таких крох научились достаточно давно. Перед вами фотография 1936 года. С появлением ультразвука врачи научились устанавливать количество детей в утробе мамы на самых ранних сроках. Перед вами классическая двойня. А это четверня. Сегодня жизнь близнецов начинает контролировать еще задолго до родов. И ученые пришли к удивительному выводу. Близняшки общаются друг с другом еще в утробе матери. Вот этот снимок даже назвали поцелуй. А вот этот – диалог. А вот многоплодным мамочкам во все времена приходилось не сладко. И ничего в их беременной жизни не изменилось в наши дни. Главная проблема для таких мам – очень большие животики. И наиболее серьезным осложнением беременности считается риск невынашивания. Вот о рисках невынашивания. Вот к этому я и хотела подвести нас. Ну, правда, выносить двоих тяжелее, даже физически. Правда в том, что это, в общем-то, важно правильно делать. Очень длительное время считалось практике, что одним из моментов, который улучшает вынашивание, является, например, наложение шва на шейку матки. Вот в народе так говорят, я не люблю народные термины, но говорят, зашили шейку, и женщина выносила. Потом оказалось, что это очень неправильная стратегия. И доказательной медициной было доказано, что профилактическое наложение шва увеличивает риски преждевременного излития коловлодных вод и уменьшает вероятность вынашивания. И уже, наверное, лет 10, как медицинская общественная рассказала, иногда приходится накладывать швы в таких ситуациях, но только в тех случаях, когда действительно имеется достоверно доказанное при ультразвуковом исследовании, сделанное через влагалищным датчиком короткая шейка матки, тогда действительно появляются вот такие возможности. Вторая возможность, которая есть, это накладывается специальный писарий, кольцо специальное, которое как бы укрепляет нижнюю часть матки и не дает возможность деткам давить и как бы родиться раньше времени. Это недавно сравнительно появилась такая технология. Сегодня еще нет достоверных данных научных о том, хорошо это или плохо, но мы также ею пользуемся. Ну и третий вариант, когда мы никак не вмешиваемся, если нет признаков укорочения шейки, короткой шейки, потому что если это делать, повторяю, профилактически, это, к сожалению, ошибка очень частая, которую сегодня еще врачи допускают, когда рекомендуют женщинам или женщины настаивают на этом, к сожалению, не осознавая вот эти риски, что инвазивно, да, то есть это операция маленькая, когда иголкой прошивают шейку матки, то риск того, что через какое-то время возникает асептическое воспаление, через некоторое время просто изливаются околоплодные воды. А если излились околоплодные воды, все зависит от того, в каком сроке это произошло в беременности. Если там еще пару недель можно до 30, если 28, 29, можно потянуть несколько недель и потом разрешить такую женщину. А если 24, 25 недель, 26 это происходит, то, конечно, прогноз для таких деток очень плохой. И самое страшное, что если ребенок один нутриутробно погибает при двух плацентах, а один выживает, то это нормальный вариант. Но если изливаются околоплодные воды, то тогда уже не выживает никто. Поэтому мы очень строго, вот когда мы проводим курсы повышения квалификации, мы очень строго врачей за это спрашиваем на наших заключительных экзаменах, для того, чтобы они не говорили недостоверные рекомендации, для того, чтобы они могли женщинам объяснять. И я, собственно говоря, каждый раз, когда я выхожу на какую-то площадку перед пациентами, я обращаю на это внимание, что врачи не потому, что они не хотят, а потому что они действуют иногда правильно, хотя, может быть, кому-то кажется, что неправильно. И вот здесь относительно шва на шейку, это принципиальная позиция. Вторая ошибка, которую при этом, что нужно лежать. Вот говорят, я вылежала всю беременность. Это колоссальная ошибка. И вот если речь идет об одноплодной беременности, то доказано, что лежание, в общем-то, не улучшает. Даже если есть кровянистые выделения, все равно нельзя лежать все время. Вот этот лечебно-охранительный режим, лежательный режим, как мы его называем, он совершенно неадекватен. А вот при двойнях доказанной, при тройнях он вреден. Почему он вреден? Потому что возникают определенные гемодинамические, то есть нарушения кровотока у женщины, у самой, и у нее возникают нарушения в нижних конечностях. То есть если она все время лежит, изменяется ее показатель сердечно-сосудистой системы и так далее, у нее риски тромбозов больше. То есть вот вторая ошибка. Итак, первое шо, вторая ошибка – это лежание. Беременной женщине, особенно с двойней, нужно ходить. И, конечно, ненасильственно в удобное время, но это делать нужно, потому что идет нагрузка двойная на организм. Следовательно, если женщина будет находиться в состоянии малоподвижном, то у нее шансов выносить беременность такую меньше. Потом есть целый ряд технологий медикаментозных. Мы сегодня используем стратегию, если речь идет о том, что при ультразвуковом исследовании обнаруживается короткая шейка матки. На сегодняшний день золотым стандартом во всем мире является использование через влагалищных микронизированного гормона, который способствует тому, что шейка придерживается определенной формы. Эта технология во всем мире используется. И если шейка имеет длину меньше 20 мм, то тогда накладывается шов. То есть есть определенные подходы, технологии, они абсолютно индивидуальны. И вот здесь все зависит от того, насколько грамотно ведут таких пациентов. Каждый раз, разговаривая с вами или увидев где-то ваши статьи, вы с огромным восторгом описываете все новшества, которые появляются у нас в вашей сфере. Восторги, аплодисменты вы расточаете. А о чем мечтаете, Светлана Родионовна? Чего вам сейчас крайне-крайне не хватает? Категорически мечтаю о том, что наш перинатальный центр, соответственно, наша область будет иметь все возможности, которые сегодня существуют по оказанию помощи внутриутробному человеку и новорожденному ребенку. Нам крайне сейчас не хватает вот той базы. У нас есть знания. Знания есть. Знания есть, потому что мы на конгрессы ездим, мы все отслеживаем, мы учимся беспрерывно. У нас есть потрясающий коллектив с огромным опытом выхаживания таких детей. Коллектив перинатального центра. Наш ночмет по акушерству и гинекологии, профессор Посохова Светлана Петровна, является на сегодняшний день одним из самых опытных специалистов. Вот вы вместе, да? Вот вы как раз со Светланой Петровной вдвоем и принимали как раз... Скажем, я с ней. Вот так, да? Не она со мной, а я с ней. Это принципиальный момент, потому что на самом деле организация здесь, в этой ситуации, самая главная организация. И я могу сказать, что организована. И все современные технологии, которые используются, это зависит от руководителя. То есть как бы я, как профессор, не знала, как хорошо вот это или как то, да? Но когда руководитель учреждения, Светлана Петровна является профессором тоже нашей кафедры, она руководитель учреждения, она ездит на конгрессы, и она знает, что это хорошо, тогда есть команда. У нас сегодня есть команда. У нас сегодня есть понимание. У нас сегодня есть команда. У нас сегодня есть обученная команда нейнотологов, у которых есть огромный опыт выхаживания таких детей. Нам не хватает только того, чтобы мы имели возможности, те вещи, которые мы не можем своими руками, умом внедрить, просто чтобы у нас это было. Я сегодня говорю о том, что я мечтаю о том, чтобы у нас было внутриутробно проводилось заменное переливание крови деткам, срезу с конфликтом. А в Киеве это уже делают, в Кривом Роге это делают. Я говорю о том, что опять же, возвращаясь к нашей теме, многоплодной беременности, когда одна плацента на двоих и когда один другого обкрадывает, можно вовремя сделать фитальное вмешательство. лазерную коагуляцию, вот этих анастомозов, соединений. И каждый ребенок, хотя у них и одна плацента, но у них кровотоки разные, и у них шанс выжить больше. И это сегодня тоже делает и Киев, и кафедра медицины плода это делает. Вот это моя мечта на самом деле. Хорошо, Светлана Родионовна. Мечту проговорили. Вот камеры, там телезрители, там те, кто вас благодарит за то, что у них рядом уже есть дети, и те, кто к вам придут еще рожать. Финальное слово Светланы Родионовны. Я хочу пожелать нам, Одесситам, поскольку Одесса не второй город в Украине и вообще в мире, а самый первый, самый лучший, чтобы у нас все было самое лучшее. Потому что у нас есть самое главное, это наши классные люди. И я думаю, что Боженька нас поцеловал, когда нам позволил, чтобы произошло такое, что первая пятерня в Украине живая, здоровая родилась у нас. Это большое счастье. Еще одна улыбка Бога, да? Мы это счастье, да. Мы это счастье не прогуляли. Мы это счастье поддержали и поддержали своим профессионализмом. И мне кажется, что это такой хороший задел для нас, чтобы мы шли дальше, потому что много планов, много проектов, много того еще, чего мы достойны. Вот я хочу нам всем этого пожелать. Спасибо, Светлана Родионовна. Мы заканчиваем нашу программу. И я желаю вам, чтобы в ваших домах раздавались детские голоса. И они были, конечно же, здоровыми. Потому что если детские голоса не звучат, это дом не дом. А напоследок, ну для того, чтобы опять-таки улыбнулись. Итак, тройня. Светлана Родионовна. Редактор субтитров А.Семкин